Всем привет! Вы находитесь на канале туристического агентства FlyTourest. Сегодня мы покажем вам обзор на небольшой 4-х звездочный отель Golden Lotus, который находится в городе Кемер. Итак, вот такой вот у нас вход в отель. Здесь слева находится ресепшн. Вот такой вот небольшой вход. Что-то сесть и отдохнуть. И сразу же уже начинается ресторан. Сейчас вам покажем обед, пустяка, заселим цель номер наш. Так, вот мы приехали на 4-й этаж. У нас есть наш номер. А вот все будем его искать. Номер у нас 418. Вот наш номер. Итак, вот мы приехали, точнее уже заселились в номер. Нам никто не помогал носить сумки. Мы сами их принесли, просто сказали на 4-й этаж. Вот, мы нашли сами, конечно, хорошо. Вот такой вот у нас небольшой номер. Давайте сразу, наверное, подойдем пану, так как она рядом. Вот. Получается, что у нас есть паная? Она такая вот миленькая, чистая. Все вроде как неплохо. Ну, и немножко вот тут разбитое стекло. Ну, я думаю, ничего страшного такого. Сантехника, посмотрите, в хорошем состоянии. Вот. Есть такая ванночка. Ну, как бы душ принимать можно. Шторки. Шторки чистые, кстати. Белые чистые шторки. Нет никаких потеков, ничего такого. Вот. Есть хороший напор воды. Полотенце. Три штуки, да, у нас три человека. Есть фен. Прикольный. Хороший, мощный фен. Также розетка, на всякий случай. Зеркальцов, увеличивающая. И банный набор. Два стаканчика, чтобы чистить зубы. Под ним санитарный пакетик. Шампун и бель для душ. Кондиционера нет. Мыло, мыло. Да, все. И три мыла. Тут же есть большие полотенца. Их же также три штуки. Что хотелось бы... Нет, три полотенца. Что хотелось бы отметить, что в 4-звездочном отеле есть все-таки косметический набор. Набор косметики. Да, ну, в принципе, тут больше ничего такого нет. Все сделано очень мило. То есть, такие... Современная мебель тут все тут... Ну, красиво-красиво. Нету... В хорошем все состоянии. Хороший ремонт. Вот, как в мини-баре. Скорее всего, пустой, да. А нет, что есть вода. Вода есть. Ну, хорошо, что в мини-баре есть вода. Это хорошо. Так, вот есть маленький телевизор. Должно быть спутниковое телевидение. Вот нам, получается, две основные кровати, как должно быть, и третью. Нам добавили, так как у нас три человека. Ну, в принципе... Ничего, ничего такого, но... Но уютненько, комфортно. Но для троих людей, конечно, номер небольшой, скажем так, было бы тесновато. Будут как-то есть памятки, события. Вот время завтрак. С 7.30 до 10 завтрак. Обед у нас с 12.30 до 2.00. И ужин с 7.00 до 9.00. Ну, тоже достаточно. Бассейн с каждым небом работает до 5.30. И с 9.30 до 5.30. Крытый бассейн есть, работает до 9.00 вечера. Бар на пляже работает до 6.00 вечера, я вижу. И бар у бассейна до 0.00. Быстрый интернет, высококачественный, за отдельную плату. Но на территории, как работает интернет, вы подключались? Нет, еще не подключались, сейчас будем проверять. Ну, и наш вид с балкона, конечно, мы так уже привыкли, что у нас тут что-то прям шикарное. Ну, обычно такой маленький балкончик, мы даже вдвоем с тобой не зайдем нормально. Есть, где посушить вещи, вот складываются, раскладываются. Вот так вот. Да, у меня есть. Видит на другие номера, даже, наверное, это соседний отель. Но вон там... Ну, там у нас есть море. То есть прям выглядывать можно, а с той стороны город уже. Ну, такой отель, чисто, прийти здесь поспать, я думаю, идти купаться. Ну, за свою цену вполне... Четыресты выглядят очень даже нечего. Вот так на территории отеля Golden Lotus выглядит лестница вниз. Вы можете спуститься или подняться по такой лестнице, или на лифте, как вам удобно. Вон там видно есть бассейн и вход в главный ресторан. Вот здесь вы можете заказать алкогольные и безалкогольные напитки. Воду. И сейчас заходим в главный ресторан, посмотрим, что же у нас будет. Немножечко десертов. Фрукты. Это арбуз, груша, яблоки и дыня. А йогурты, разные сольения, вот соленые огурцы, салатики. Это огурец, помидор, зелень, лимон. Еще какие-то уже готовые салаты, какие-то пасты. Макароны. Это у нас сосиска с курицей и мясо, говядина с овощами и белый рис. А также грибной суп. Ну, чуть-чуть булочек. Так, вот мы покушали. Еда была достаточно вкусная. Выбор небольшой, но я считаю, что для 4 звезд вполне себе отлично. Вот эти магнитные, прямо в двух ресторана есть бассейн. Конечно, странно это сделать, что солнце на бассейн попадает только в первую половину дня. Вот уже сейчас 2 часа дня и солнца в бассейне нет. Вот. Также сразу имеются лежачки. Тенчики, шезлонги. Сейчас пойдем на бассейн, посмотрим, что он там. Территория такая ухоженная, красивая, много цветочков. Смотрите, все так красиво выложено камушками. Вот смотрите, какая тропинка тоже к пляжу. Пляж не сильно широкий. Смотрите, какой большой навес, чтобы не жарились в солнышке. Если хотите загорать, то это уже ближе к морю. Они слишком длинные, слишком широкие. Камни тут здоровенные, посмотрите. Песка здесь нет. Здесь вот такое вот каменное. Заход в море тоже каменный. Ну вот есть дальше вот можно сделать. Видите, есть такие маленькие понтончики, которые помогают заходить в море. И по камням. И там уже кучу должно быть, ну не такие, там очень камни. Места хватает всем. Здесь на солнышке, там в Тенечке. Видите, на понтончике тоже позахрати на солнышке и в Бальже в Тенке. Все отлично. Кожа, кстати, еще чистый пляж. Вообще нет мусора, я смотрю. Супер. Вот мы высли в город, в Кемер. Здесь есть вот такие вот макасины, там где вы можете купить себе сувениры. Или если что-то забыли для своего отдыха, можете здесь прикупить. Обязательно нужно при себе иметь ваучер. Обязательно нужно иметь хелси-код. И наличные деньги, если вы собираетесь что-то покупать. Очень вкусный рахат луку здесь предлагают, чай. Мы себе тоже немного прикупили. Поэтому, если будет желание выбраться куда-то из отеля, прогуляться, то как красиво аллея здесь. Вот от отеля нашего, Golden Lotus, мы шли буквально минут 5-7. Да, 5 минут, и мы уже в городе. Здесь есть небольшие такие заведения. Немного дальше, если пройти, вы можете там бургеры перекусить. Ну, это уже по... Кстати, город работает только до 6 вечера. Все магазины работают только до 6 вечера, так как сейчас, в данный момент, в Турции локдаун. Но он действует только для местных. Туристы могут ходить, когда захотят. Вот такой вот очень классный магазин есть в Умире. На улице, недалеко от нашего отеля. Вот такие вот здесь сладости очень вкусные. Очень приятный здесь продавец. Очень классный. И самый вкусный рахат луку только здесь. Да, делают очень хорошие скидки. Смотрите, вот так много его здесь. На любой вкус и цвет, как говорится. И с той стороны тоже. Много очень всяких масел, таких мазючек. Я взял очень вкусный здесь эвкалиптовый чай. Нам его делали. Он такой специфический, конечно, мятный запах, но очень-очень вкусный. Если вы хотите взять какой-то сувенир, магнитики, посуды, чашки, обязательно приходите только сюда. Да, выбор очень большой. Цены тоже очень приятные. Сделают хорошие скидки, такие кружечки. Очень красивые, качественные кружки. Вот посуда, всякие, возьмите, статуэтки. Такие просто красота. Также магнитики. Мы тоже себе прикупили магнитики. Магнитики очень много ручной работы. Вот посмотрите, какие они все. Брелочки. В общем, все, что ваше душе угодно, пожалуйста. Все лежит на витринах этого магазина. Такая вот красота, ручная работа. Посмотрите, тут галька. Просто идеальный магнитик. И не такие обычные, знаете, которые выглядят страшненько. Все креативно. Приходите обязательно в этот магазинчик. На нулевом этаже есть спа-центр, где бесплатный хамам и бесплатная сауна, само посещение. Ну а все процедуры в хамаме, конечно же, за дополнительную плату. Снять его, к сожалению, не удалось из-за плохого освещения в самом спа. На нулевом этаже есть спортзал. Такой небольшой, но есть. Хотите позаниматься, пожалуйста. Вот в спа-центре берете полотенце себе на пляж. Да, никаких карточек, ничего. Просто берете, потом их возвращаете. Все на честном слове. Вот, мы уже собираемся идти на ужин. Обязательно все покажем. Как и в обед, еды, я думаю, будет не сильно много. Она не сильно разнообразная, но было все довольно вкусно. На ужин у нас опять десерты. Фруктики. Все те же. Арбузы, яблоки, дыня. Те же соленья и йогурты. И салатики. Еще салатики. Немножко булочек. И хлеб нарезанный. Так, котлетки и овощи на гриле. Курочка. Опять говядина с овощами. Картошка с овощами. И белый рис. Голодными не останетесь. И суп с чечевицей и рисом. Все мы выбираем утро. Мы сейчас направляемся на завтрак. Вчера, к сожалению, не было никакой вечерней программы. Ни детских развлекательных программ. Какой-то дискотек. Ничего такого. Но мы заметили, что детей в этом отеле уже почти нет. Вот. Это такой отдых. Просто приехать. И поплавать. Ничего прям по движению здесь никакого нет. Уже вот только вышли с лифта. И вы считаете в ресторане. Сейчас будем показывать вам, что сегодня здесь есть утром. На завтрак у нас нарезанный хлеб и булочки. Маслины, масло, колбасы, сыр, огурцы, помидоры. Джемы, мед, арбуз. Хлопья, горячее молоко. Печенье и лукум. На улице также делают омлеты, яичницы и панкейки. Ну вот и подошел к концу наш небольшой обзор небольшого отеля Golden Lotus. Если вам понравилось это видео и было полезно, ставьте лайки. Также задавайте вопросы в комментариях, если они у вас остались. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на наш YouTube канал. По поводу приобретения туров вы можете писать нам в директ Инстаграма, в Вайбер, в Телеграм, в Ватсап. И обязательно подписывайтесь на наш Телеграм канал. Там мы выставляем горячие предложения по путевкам. Всем спасибо. До встречи.